Депутаты уверены, все сказанное в интернете вызывает наибольшее доверие у народа. Они зачастую уже не верят тому, что говорится из официальных средств массовой информации, из газет, с телевидения, и питаются информацией, которую в том числе доносят до них блогеры. Блогеры же ожидали со стороны политиков решения конкретных проблем. Депутаты, в свою очередь, от блогеров требовали того же самого. Ты можешь что угодно писать в интернете, как угодно себя выражать, но реальное дело начнется тогда, когда ты встанешь с дивана или встанешь со стульчика, где ты работаешь в интернете или книжку читаешь, и пойдешь во двор. Вот когда ты ножками пойдешь, и хорошо, что если ты после этого живой останешься еще, вот это и есть реальная работа. Депутат и кандидат философских наук Игорь Маляков считает, несмотря на то, что количество интернет-журналистов Чувашии не так велико, однако они и пишут не менее остро и злободневно, чем именитые жжешники других регионов. Вот я написал, вот я самовыразился. Раньше я не имел такой возможности это напечатать, газеты, редакции. Здесь я напрямую могу тут же крикнуть на весь космос, на весь мир, что я думаю. Кричали блогеры о проблемах дольщиков из охранения ТБО и о наболевшей пехтолинской свалке, которую власти собираются переносить в Новочебоксарск. Я не провокатор, я хочу понять, почему вместо нормального полигона нам предлагают оставить свалку. Подобные встречи с блогерами для депутатов служат интеллектуальной площадкой, на которую обе стороны делятся своими взглядами на жизнь, отметили на встрече. Мария Козлова, Алексей Красных. Время новостей.